В эфире Вектор ТВ. По традиции в понедельник вашему вниманию информационно-аналитическая программа «Альтернатива». В студии работает Екатерина Толстикова. Здравствуйте. Вопрос – создание новых рабочих мест – одно из актуальнейших направлений социальной политики в белорусских регионах. На протяжении 2016 года ситуация на рынке труда Новополоцка была напряженной, но контролируемой. Уровень безработицы не превысил допустимые показатели. По итогам года он составил 1,4%. В текущем году ситуация немного улучшилась. Сейчас коэффициент напряженности на городском рынке труда не превышает показателя в 1,9%, в то время как в начале года он составлял 2,2%. Столько претендентов приходилось на одну вакансию. Каким образом в Новополоцке решают вопросы занятости безработных – в нашем материале. В 2017 году ситуация на рынке труда в Новополоцке остается стабильной и не выходит за рамки прогнозируемых показателей. По последним данным текущего года уровень безработицы в городе составил 1,1%. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель снизился на 0,3%. За январь-апрель 2017 года в городскую службу занятости по вопросу трудоустройства обратилось 1112 человек. Из них 881 человек зарегистрированы в качестве безработных, что на 3,2% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Численность безработных, состоящих на учете в городской службе занятости, на 1 мая составила 550 человек. И снизилось к уровню прошлого года на 194 человека. В отличие от прошлогодней ситуации, сейчас отмечается и рост вакансий, заявленных в городскую службу занятости. В сравнении с 2016 годом их количество увеличилось на 41%. 297 – столько рабочих мест остаются свободными, по последним данным Центра занятости Новополоцка. Отмечается, что больше половины вакансий ориентированы на специалистов рабочих специальностей. Наиболее востребованными вакансиями у нанимателей города Новополоцка являются водители автомобиля, бетонщики, изолировщики, спасатели, инспекторы, милиционеры, повара, продавцы, швеи, слесарики, электромеханики, электромонтеры. Наиболее востребованные среди специалистов – это врачи, медицинский персонал, инженера. Остродефицитными вакансиями уже на протяжении ряда лет являются вакансии, связанные с неквалифицированным трудом. Задачу трудоустройства безработных решают не только за счет заполнения свободных вакансий. Среди методов и форм работы с безработными активно используют переобучение граждан. Центр занятости населения направляет на обучение по специальностям сферы обслуживания – продавец, повар, кондитер, парикмахер, швея. Те безработные, которые имеют среднее специальное или высшее образование, также могут повысить свою квалификацию. Выдача субсидий на открытие собственного дела – еще одно направление в работе с безработными гражданами. Итоги применения всего комплекса «Мир» показывают себя с положительной стороны. За январь-апрель 2017 года городской службой занятости трудоустроено 740 человек. Во время поиска постоянного места работы организована временная занятость и 333 человека обеспечены занятостью в виде оплачиваемых общественных работ. Оказано содействие в организации предпринимательской и ремесленной деятельности для шести безработных. Несмотря на положительные тенденции, которые наблюдаются на рынке труда города, проблема занятости остается актуальной, так как на ряде предприятий прошла оптимизация, а где-то работники высвобождаются из-за ликвидации самого субъекта. Сейчас этот вопрос решается путем создания новых рабочих мест на предприятиях и в организациях города. Около 5000 человек в Полисовской области были трудоустроены на вновь созданные рабочие места в 2016 году. Более 2000 получили рабочее место на новых предприятиях. К концу 2017 года в регионе планируется создать еще 5750 новых рабочих мест, 612 из которых в Новополоцке. 400 рабочих мест планируется создать на действующих предприятиях, 100 рабочих мест предполагается будет создано на коммерческих предприятиях и около 100 человек будет принято на новь открытые коммерческие предприятия. Задание по трудоустройству горожан на новые рабочие места местной администрации было доведено практически каждому предприятию. И около 30 организаций Новополоцка в первом квартале 2017 года уже частично реализовали намеченные планы. Активно работают в плане трудоустройства на новые рабочие места такие предприятия, как биомехзавод бытовых ресурсов, гостиничный комплекс Новополоцк, ЛЛК «Нафтан», открытое акционерное общество «Нафтан». Однако специалисты отмечают, что работа в этом направлении в Новополоцке ведется умеренным темпом. Так, за первый квартал текущего года создано только 59 рабочих мест, 12 из которых на действующих предприятиях, 33 на новых. Такое положение обусловлено рядом сложностей на самих предприятиях Новополоцка. Дело в том, что на данный момент, конечно, достаточно тяжелое финансовое положение наших организаций, отсутствие заказов, недостаточные объемы. Если переводится человек, работающий в этой организации, подготовленный уже специалист, переводится на новое рабочее место, то это уже не идет в статистику и не считается, как в нас созданное рабочее место. То есть, имеют место различные вот такие трудности в определении вот этого понятия новое рабочее место. Несмотря на различные нюансы, руководители предприятий и организаций Новополоцка проявляют конструктивную позицию в вопросе создания новых рабочих мест. Однако, для более эффективного решения вопросов занятости необходимы меры, затрагивающие не только собственно рынок труда, но также и сферу образования. На современном этапе наше общество столкнулось с ситуацией рассогласования под систем рынка труда и образования и несоответствию запросов первого предложению учреждений профессионального образования. Результатом такой раскоординации становятся ситуации, когда новоиспеченные специалисты, получившие профессиональное образование, вынуждены решать проблему с поиском первого рабочего места. Как с такой ситуацией в преддверии вступительной кампании справляются профессионально-технические и среднеспециальные учреждения Новополоцка, выясняла наша съемочная группа. Желающих получить рабочую специальность становится меньше. К примеру, впервые за последние пять лет в колледже-строители недосчитались будущих штукатуров и облицовщиков. Сейчас на первом курсе профессионально-технического уровня обучаются 139 из 150 запланированных учащихся. И это во многом благодаря активной профориентационной работе колледжа. Начинаем мы профориентационную работу еще задолго до начала приемной кампании. Как правило, это с начала учебного года, предшествующего приему. И профориентационная работа проводится у нас как на базе школ, общеобразовательных школ города и районов, то есть когда мы приезжаем со своей информацией, так и на базе нашего колледжа. Конечно, на базе колледжа эта профориентационная работа имеет совсем другой формат, это более зрелищно, это более наглядно. Информация представляется на примере проведения мастер-классов, различных учебных мероприятий. Вот и сейчас в гостях у колледжа потенциальные учащиеся. Правда, мнения и отношения к профессиональному образованию у них разные. Я считаю, что профессионально-техническое образование непрестижно, так как трудоустроиться будет сложнее, чем при получении высшего образования. Я думаю, нет, потому что нужно сразу поступать выше заведения, чтобы сразу получить свою профессию, чтобы сразу получить свою специальность, а не идти потом доучиваться дальше. Я считаю, что лучше поступить в колледж, чем учиться дальше в 10-11 классе. И если ты не будешь учиться, получить здесь легче образование и потом выйти на работу. А если что, повысить в университет, повысить квалификацию. Я не думаю, что я буду делать свой выбор в пользу профессионально-технического образования. И, ну, как бы, если честно, это очень... Ну, я не думаю, что кто-то думает, что это престижно. Многим людям, наверное, было бы хорошо пойти в профессионально-техническое образование, потому что если они определились с профессиями, это выгодно и не надо лишнее время терять. В колледже наиболее востребованными специальностями являются такие, как слесарь по сборке металлоконструкции, электросварщик ручной сварки, а также электрогазосварщик. Эти профессии пользуются и спросом на рынке труда. Поэтому, овладев такой специальностью, студент гарантированно получает первое рабочее место. Не случайно даже из центра занятости люди, ищущие работу, направляются сюда для переподготовки. Года три назад, да, мы начали добавлять к нашим специальностям параллельные. Вот, например, изолировщики. Сейчас очень-очень требуется. К тому же, с РСУ-3 необходимы. Мы их рабочих переобучаем и своих добавили. Но есть и те специальности, которые востребованностью похвастаться не могут. Маляр, штукатура, облицовщик-плиточник, монтажник санитарно-технических систем, электромонтажник по электрооборудованию. 11 молодых специалистов с такими профессиями в прошлом году остались без первого рабочего места. Причина кроется в том, что за последнее время некоторые базовые предприятия претерпели реорганизацию. Кроме того, сократились и объемы жилищного строительства. Поэтому в колледже закрываются невостребованные специальности. Так, в этом году здесь не набирают группу электромонтажников и монтажников санитарно-технических систем и оборудования. Кроме этого, для решения проблемы постоянно ведется поиск новых нанимателей. Это плотная работа с нашими базовиками. Это с крупными, так скажем, 316, НЗМ, Фаринова. Ну, с Трестом немножко ситуация посложнее, у них действительно сложно, но мы видим реальную картину. Значит, мы ищем других работодателей, так скажем. Это те, которые частные фирмы, небольшие, они есть. Это на селе, они, конечно, помогают и сами дети. Прекрасно понимаю ситуацию. Если мы раньше могли им предложить, года три назад у нас очередь, можно сказать, стояла, и мы спокойно их распределяли, то сейчас, конечно, посложнее, но они понимают, ищут сами. В этом году своего распределения ожидают более 150 учащихся колледжа. Предварительно порядка 70% выпускников на данный момент имеют первое рабочее место. С РСУ-3 готовы принять 10 молодых специалистов. Трест номер 16 – 19, а завод Фаринова – 12. Нефтезавод «Монтаж» в свою очередь предоставит рабочие места для 17 выпускников колледжа. Эти ребята зарекомендовали себя уже во время производственной практики. У нас давние уже взаимодействия с нашими предприятиями, которые готовят наши кадры. Колледж строителей – это наше базовое предприятие. Мы уже давно с ними ведем такое сотрудничество, помогаем им, чем можем помогать, в обновлении технической базы. Ежегодно мы с этого учреждения берем порядка 30 человек для предоставления молодым нашим людям, вернее, не новых, а первого рабочего места. Ситуация в политехническом колледже отличается с положительной стороны. Здесь проблемы недобора студентов пока не сталкиваются, ведь учебное заведение по своему профилю уникальное. Сейчас в колледже на всех уровнях обучается более 900 человек. С трудоустройством специалистов нефтехимического профиля проблем пока нет. Но в прошлом году возникли трудности в предоставлении первого рабочего места выпускникам строительной специальности. А сейчас своего распределения ждут более 270 учащихся. В апреле уже прошло предварительное распределение. Сегодня мы можем говорить о 86% распределения. То есть, конечно, работа еще продолжается. И, безусловно, огромную помощь в решении вопроса трудоустройства нам оказывает местная власть, а именно Новополоский исполнительный комитет. И мы надеемся, что все 100% выпускников будут обеспечены первыми рабочими местами. Основными заказчиками кадров политехнического колледжа являются такие предприятия, как «Нафтан», «Измеритель», «Серсоу-3», «Трес-16», «Нефтезавод-Монтаж». Всего свыше 30 предприятий подали в этом году заявки на специалистов колледжа, которые уже готов встречать и новое пополнение. В 2017 году в Новополоский государственный политехнический колледж будут зачислены 295 учащихся. Безусловно, что учебные группы, план набора формируются, исходя из востребованности профессии на рынке труда и в соответствии с договорами, которые заключены с базовыми предприятиями. Открытие новых специальностей, укрепление производственной базы, возможность непрерывного обучения по системе лицей, колледж, вуз, а также право на освоение сразу нескольких профессий. Учреждения профессионального образования стараются развиваться и соответствовать нынешним реалиям. Но, пожалуй, главное – количество мест должно равняться количеству реальных заявок от предприятий. Ведь важно не просто обучить, а еще и трудоустроить. Как сложится нынешняя вступительная кампания для колледжа строителей и политехнического колледжа, покажет время. Возможно, она станет для них общей, ведь эти учреждения уже к 1 сентября будут представлять собой одно учебное заведение. В гонке за рабочее место сегодня конкурируют не только специалисты с опытом и выпускники с дипломом. В то время, как предложения нанимателей уменьшаются, на белорусском рынке наблюдается рост трудовой занятости студентов и учащихся. Как выясняется в основе мотивации – не только финансовые факторы. Продолжение в нашем сюжете. В летний период спрос на работу ежегодно возрастает. К числу тех, кто ищет надежный источник дохода, добавляются вышедшие на каникулы студенты и учащиеся. В эти дни в учреждениях образования продолжается прием заявок от подростков. До начала сезона еще несколько недель, а спрос уже превышает предложение. И это с учетом того, что в нынешнем году в сравнении с прошлым числом мест, предоставленных для занятости подростков, больше, чем на полсотни. В 2017 году отделу образования, спорта и туризма Новоплодского горосполкома на организацию вторичной занятости учащихся в свободное от учебы время и средств бюджета Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь выделено 81 тысячи рублей. Из них на заработную плату около 60 тысяч. Всего в летний сезон планируется занять 350 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Преимущество при наборе кандидатов на рабочие места отдается подросткам из многодетных и неполных семей. К вторичной занятости также активно привлекаются и подростки, состоящие на различных видах учета. Участники трудовых объединений старшеклассников выполняют работы по благоустройству и озеленению территорий, ремонту ученической мебели, книг в библиотеках. Наши учащиеся, как несовершеннолетние, работают только по месту учебы. Если для школьников новый трудовой сезон начнется только с момента наступления летних каникул, то для студентов старт трудовому семестру официально дан в начале мая. Открытие третьего трудового семестра в столице Беларуси прошло с участием лучших отрядов страны. В этом списке отряды Полоцкого госуниверситета «Эврика» и «Зочия». «Эврика» по итогам прошлого года признан лучшим студенческим строительным отрядом. «Зочия» стал вторым среди белорусских отрядов. На самом деле сейчас самая горячая пора, потому что ребята очень активно записываются в студенческие отряды. Для этого мы проводим акции штаба нашего трудовых дел «Труд круто» выбираем студотряд, где мы ребят знакомим с профилями отрядов, с местами, куда они могут пойти трудоустроиться, куда мы можем помочь трудоустроиться. Попасть в строительные отряды Полоцкого вуза, которая трудится на Всебелорусской молодежной стройке, атомные электростанции могут только лучшие из лучших. Отбор проходит в три этапа. Учитывается не просто мотивация студента, но и его опыт работы в данной сфере, успеваемость в учебе, участие в общественной жизни университета. Семен Коляда заканчивает третий курс инженерно-строительного факультета, однако попасть в престижный студотряд вуза удалось только сейчас. В нынешнем году он отправится в Островец в составе опытной команды. Мне, как будущему студенту инженерно-строительного факультета и будущему инженеру, получить бесценный опыт, тем более на объекте республиканского значения. Ребята едут, которые опытные, не первый год там работают, и я думаю, они много могут рассказать о стройке в целом. За первым опытом, физической и моральной закалкой, получением собственного дохода, причины, по которым студенты отказываются от отнего отдыха в пользу трудоустройства, разные. Как правило, отмечают в вузе, те, кто однажды провел лето с пользой, уже не упускают такой возможности и в следующем сезоне. Трудно работать шесть дней в неделю, потом один день выходной, и то, в принципе, какие-то мероприятия в этот выходной день, так что тяжело, мало времени, хочется спать постоянно, часто опускаются руки просто, хочется все бросить, поехать домой. Какой-то вызов небольшой такой, хочется из-за знаний побороться. Я нарабатываю себе опыт и практику, и когда я приеду устраиваться уже на работу, это уже я пятый курс буду. И при предоставлении трудовой книжки работодателю, это большой плюс играет, так как он увидит наличие у меня опыта, причем на хорошей стройке, высокого уровня. В нынешнем году наряду со строительными здесь создадут также педагогические и сервисные отряды. Они будут работать в детских лагерях «Космос» и «Изумрудная», а также во Всероссийском детском центре «Орленок» Российской Федерации. Кроме этого, на базе самого вуза будут работать сервисные отряды. Они будут задействованы в организации проведения централизованного тестирования и приемной кампании. Получить рабочее место студенты смогут и в городе. Рабочие места для них предоставят такие предприятия, как автотранспортное предприятие номер 6 «Новополоцкий хлебозавод». На самом деле, конечно, сами предприятия были бы очень рады принять наших студентов, наши отряды, потому что ребята действительно у нас ответственные. Они, в принципе, выполняют очень качественно свою работу и достаточно у них теоретических знаний, поэтому их бы с радостью брали. Но, к сожалению, не везде есть объем работ. Поэтому традиционно даже предприятия, которые нас ежегодно брали, они отказывают ввиду того, что у них просто нет рабочих мест. Интерес со стороны предприятий в предоставлении рабочих мест студентов в первую очередь обусловлен возможностью выбора для себя потенциальных специалистов. Ведь в нынешних условиях на рынке труда, когда базу безработных составляют в основном люди без специального образования, на поиск специалистов нужной квалификации предприятия зачастую тратят не один год. На сегодня все. Если вы что-то пропустили, программу Вектор ТВ можно просмотреть на официальном сайте Новополоцка. Спасибо за внимание. До новой встречи через неделю. НОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРНОВЕРН